Я чувствую, что все рады, что это последняя лекция Когда первая была лекция, так не радовали Не знаю, как это расценивать, положительно или отрицательно Хочу вас проинформировать, что вышла новая книга Попов, Жуков, Яковлев Называется «Современный фашизм» Была в пятницу на книжном салоне в Санкт-Петербурге презентация И книжки «Диалектика. Ключ к истине» Вот этой Ну, ее можно заказать Пять тысяч экземпляров, она вполне доступна И только-только напечатана Должна быть Так, это первое Второе Второе у нас сегодня с вами Такая непростая задача Мы должны в последней лекции В последней теме окинуть взглядом, взором пройденный путь И решить А вот нам, как историкам Вот что надо Что мы хотели сделать И чего мы добивались Потому что если речь идет о том, что я что-то рассказываю А вы что-то слушаете То это еще не наука Правда? То есть вот Скажем, если описывать то, что происходило В разные моменты истории Это будет наука Вот просто описывать Правдиво рассказывать Ну и будет рассказывать Правильно? Бодописание Жизнеописание И так далее То есть у нас с вами Такая задача Не превратиться из историков В это писателей В людей, которые занимаются Жизнеописаниями Потом время проходит Там приходят другие люди У них другая жизнь Чем-то она отличается В чем-то она сходная И можно записывать И описывать И бесконечно Много таких книг выпускать И истории, как науки Не будет А мы с вами В самом начале выясняли Что такое история Вот товарищ Он должен привести Китай Понимание того Что такое история История Это наука О чем? Будущем О будущем Вот вы даете Футурология история Футурология, что ли? Нет Наука о будущем Но это не наука Это я могу переформулировать Наука о том, чего еще нет То значит Одни говорили Наука о прошлом Значит Наука о том, чего нет Уже А вот товарищ С прогрессивными Такими позициями Он говорит Зачем нам наука О том, чего нет Давайте О том, чего уже нет Давайте науку О том, чего еще нет И такой же результат Мы с вами формулировали Что такое история Это изучение современности Которые у вас Предшествующие В развитии Вот Учитесь Учитесь У нас Произошла контрреволюция Но умные люди Не перевелись Вот так Рано еще хоронить Россию Так Так вот Поскольку это наука А мы с вами Главное свое внимание В курсе Уделили Основополагающей Роли Чего? Общественного Бытия Так? В чем? В этом состоит Историко-материалистический Метод Познания истории Историко-материалистический Метод состоит В том, чтобы Все построить Или показать Что все Выводится Из материалистической Основы Из общественного Бытия И что все Сводится К общественному Бытию А как оно Сводится? Значит Только общественное Бытие Надо изучать А то, что из него Вытекает Не надо изучать Так тогда Мы вообще Будем изучать Если мы будем Изучать только Общественное Бытие То мы будем Не историки А кто? Что он говорит? А? Да Кто? Кто? Философ Философы? Это критика Беспощадная Философы мы будем На экзамене Когда будет вопрос Быть или не быть Оценки Вот там мы будем Философами Так А так мы Если мы изучаем Общественное Производство Это кто изучает Общественное Производство Кто? Экономисты Ну Маркс Он же экономист Один другому Говорит А кто такой Маркс? Да это Говорит экономист Как наша Тетя Зяма Не Она старше Экономист А Маркс Просто экономист Так мы Как хотите Быть просто Как экономисты Что ли? Мы изучаем Все общественное Производство Потом общественная Экономическая Формация Опять базис Там Да Все на надстройке Классы опять Определяются По каким Критериям Базисным Или надстройщим Базисным Сугубо Сугубо Поэкономическим Нет Нет Тоже Ничего там Надстройщим Нет Вот смотрите Классы Большие Группы людей Ну можно сразу В целом сказать По положению В производстве А вы что говорите? Это вы как-то Так начинаете Сюда подмешивать Что-то Так? Но если Это раскрывать То по вложению В исторически Определенной системе Общественного производства В городе Или в деревне По отношению К средствам Производства Большей части Закрепленному Закону Или оформленному Закону По роли В общественной Организации Труда Опять что Тоже Самое По размерам И способам Получения Той доли Общественного Богатства Которое Они располагают Что здесь Кроме К политэкономии Есть? Что? Ничего тут нет Так что Вот Никакие Вы не историки А какие Экономисты? То есть В чем Суть-то Историка Материалистического Подхода Не в том Чтобы остановиться На этом Экономическом Баисе А показать Что те Общественные Явления Верхушечные Самые Далекие Можно сказать От экономики В сфере Идеологии Мы же Дошли до Идеологии Дошли Право Нравственности Они Сводятся В конечном Итоге К экономике То есть К таким Вещам Которые В экономике Тут решают Кем быть Экономистами Или историками? Историками конечно А? Историками конечно Историки вы решили? А чем они отличаются Историки от экономистов? Историки Никуда больше шили А? Историки Никуда больше шили Из специалиста Более широкого Ну ничего не поделаешь Она специально Задержалась Готовилась Значит Историки Отличаются От экономистов Тем что они На этом Не останавливаются На этом Базисе А берут его Именно как базис Если я сказал базис То я собираюсь На нем что-то строить Да? Понимание других Всяких явлений И вот мы начнем Если перечислять темы Вот и получается Нацию рассматривали Рассматривали Нации В определении Нации есть Экономика общая? Есть Там территория Экономика Да? Язык и культура Экономика там есть Нравственность Когда рассматривали Видели Так сказать В смысле того К какому классу Люди принадлежат Такая и нравственность Ну что если я Ее эксплуатирую Я считаю Эксплуатировать хорошо А она считает Поскольку я ее эксплуатирую Что эксплуатировать Не хорошо Я ей предлагаю Единую какую-то нравственно взять Ну какую? Мою Что вас эксплуатировать хорошо А вам не нравится Говорит Нет Давайте лучше мою Нет Давайте подеремся Тогда Иначе никак Только в драке Потому что Это несовместимые Позиции И никакими Дискуссиями Их преодолеть Нельзя Потому что Эта позиция Вытекает Не из Какого-то Абстрактного Понятия А вытекает Из положения В производстве Вот у нее Видите Она сидит А я над ней стою У нас Неравные позиции И с вами Неравные тоже То есть Когда мы говорим О методе Историко-материалистическом Он состоит в том Чтобы восходить От общественного Производства И видеть корни Общественных явлений В этом общественном Производстве И инструментом Такого восхождения Являются Классы Почему? Потому что Классы это люди Но такие люди Которых Группируют Соединяют Большие группы По какому По экономическому Сугубо Там ничего нет Кроме экономического Поэтому например Как узнать Когда закончилась Одна формация Началась другая Вот Мы это уже проходили Но я Снова к этому вернусь Потому что мы уже Когда То дело Что мы проходили мимо А другое дело Что мы уже Это познали Вот давайте Вспомним Такую ситуацию 19 век Россия Экономика какая Буржуазная Или феодальная Россия Кто сказал Кто скажет На экзамене Это два Значит Возьмите книгу Том 3 Полно Собрание Сочинений Развитие капитализма В России Вот сидел Товарищ Ленин После года тюрьмы Ссылки Просил своих родственников Прислать ему Материалы Переписи И отличная Была статистика Наша нынешняя Статистика Никак Даже В подметке Не годится Той статистике Которая была В царской России И вот Значит Присылали ему Материалы Статистические И на основе Этих материалов Ленин написал Скучную Скучную книгу Развитие Капитализма Я более скучные Книги у Ленина Не читал То ли он В ссылке Было ему скучно Там было Но он там был Не один С Надеждой Константиновной Они там Поженились Наверное На лыжах ходили Но не только В основном Ленин сидел И писал Это развитие Капитализма В России И для вас Заказал Что капитализм Уже Не только в городе В деревне Вся Экономика Буржуазная Потому что В деревне Есть А Капиталисты И они там Верховодят И как они Называются Деревенские Капиталисты Кулаки Деревни Пролетарии Как они Называются Патраки Вы все знаете А что вы на себя Наговариваете Или меня Проверяли Что ли Может он уже Забыл Надо спросить Все таки Человек Не молодой На что Намекаете Не дойдетесь Сначала Экзамены Проведем Так А есть Мелкие Буржуазии Это Буржуазный Ж-класс Мелкобуржуазии Как называется Мелкобуржуазии В деревне О Попались Средники А Средники Все знают Чего тогда Вы сразу Не говорите А что такая Можно я вас Критики подверг Что у вас Такая за манера Сначала Какую-нибудь Глупость Сказать А потом Умное Что-нибудь Почему Так вот А вы Прикидываетесь Специально А вот Был такой Клоун Олег Попов Он тоже Вроде Глупости Говорил А человек Умный Клоун Глупый Человек Хорошим Клоуном Не может быть Правда Надо Соображать Как Народ Рассмешить Так Ну так Какая Следовательно В ответ Какой На вопрос Если там Буржуазия Мелкобуржуазия И Патриаки Пролетарии Какая деревня Какой может Еще ответ Буржуазная А кто сказал Что не буржуазная Поднимите руки Еще и руки Не поднимают Нечестно Ведь себя ведут Уже Никто Никто Не поднимает Никого Не расстреливают Сейчас Вы чего Войтись Все равно Не поднимают Да Это вот говорят Что они Расстреливают Мало ли Как жизнь Повернется Да Вот он Все время Намекает Что все Это у вас В России Не прочно А у нас В Китае Все прочно Так Значит Что мы Получили С вами В России Ну в городах То само собой Понятно В России Капитализм Был Ну а Какая Формация Какая Общественно Экономическая Формация Какой Общественно Экономической Формацией Являлась Какой Общественно Экономической Формацией Являлась Россия На 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 Настройка феодальная, да. А базис? Ну так и говорите. Вот я и спрашиваю по этому. А вы хотите простые какие-нибудь вам задачи? Вот базис капиталистический, а настройка феодальная. Переход от феодализма. Чего? Переход всегда бывает в рамках какой-нибудь формации. Не бывает ничего, никакой. Может быть переход в рамках капиталистической формации, а может в рамках феодальной. Когда, какая формация была в это время? В 1883 году какая? Переход в рамках феодальной. Нет, я спрашиваю, какая формация, мне говорите переход. Феодальная. Вот вы не были на станции спортивной, нет? Ни разу? Там вот ездит этот траволатор, который вас ведет. Ну если я на траволаторе стою сейчас, это переход. Но на станции, да какая станция метро? Спортивная. А вы мне что хотите тут? Так. И вы давайте, давайте, газ. Феодальная. Так, а вы как считаете? Феодальная. Феодальная. И вы так считаете? Нет. Нет. А вы почему нет? Потому что они сказали. Базик был буржуазный. То есть я с ними не хочу ничего иметь в дело. Базик был буржуазный. Ну и что, что Базик буржуазный. И что? Революция когда произошла буржуазная, дорогой товарищ, историк? В 17-м году. Вам неизвестно когда? Известно. Ну, вот они говорят феодальные. Это вот им известно. Вам-то неизвестно. Вам почему неизвестно, когда была буржуазная революция в России? Известно. Если известно вам, когда прошла буржуазная революция, смысл ее? Вот объясните мне, вот может или я глупый, или не я глупый. Тут, ну как вот может быть, буржуазная революция произошла в феврале 17-го года. Я спрашиваю, какой был строй в 19-м веке, вы мне говорите, ну если не в 19-м веке, а в январе 17-го года. Какой был общественно-экономический строй в России? Какая формация? Федолизм. Вот, учите. Ваш друг или вы не друг? Друг. А чего вы подруга подводите под монастырь? Зачем вы с ним садитесь рядом? Не садитесь с ним больше. Тащу за собой. А? Тащу за собой. А, вы на прицепе. Вы его тащите, а он ногами упирается и специально тормозит. Я думаю, что такой вы усталый? Так, значит решили вопрос. А в чем дело тут? В чем загадка? А когда мы говорим, что, а какой класс господствующий тогда, раз это феодальное общество, какой? В это время, там, в январе 17-го года, какой класс господствовал в России? Феодальный. Феодальный. А как он мог быть господствующим? А крепостное право когда отменено? В 1776. Ну так вы мне, товарищи историки, объясните тогда, как на вашем историческом языке это называется? Крепостное право отменили. Тут же говорят, что это феодализм. Это самый феодал, у которого все забрали крестьян. С 1861 по 1917 переходный период в рамках феодальной формации. Ну в рамках феодальной, то есть формация феодальная. Ну а в чем фокус-то состоит? А что, какая сила, в чем сила феодалов? Владение землёй. А? Владение землёй. Владение землёй. То есть, когда мы берем феодальный класс, мы же, что такое класс? На классы делятся по какому принципу люди? Урошение к средствам производства. Ну вот, взяли, только взяли из пяти, вы всегда, когда вот есть 120 берете, а 80 выбрасываете. Ну все, у нас классы делятся по какому принципу? По кремль. Ну по экономисту, по экономисту, по положению производства. Вот, учите, кто кого у вас тянет? Я не очень понял. Вы по очереди. А, вы по очереди. Надо у вас еще отбереть. Полторы. Надето не набирается все равно. Полторы пока. Не, ну оно может вырасти. Тут тоже, видите, сложности были и феодальные, тут и капиталистические. Трудно разобраться. Это вот так и здесь сразу не ясно. Короче говоря, земля, раз они землевладельцы, землевладельцы, да? А феод это что? Феод. Ну вот это как раз земля, да? Так это владельцы землей. Так это значит, это класс целый? Есть у них крепостные, нет крепостные. Вот если, представляете, я феодал. А вы вот этот весь ряд, это капиталисты новоявленные. Ну что, что надо вам? Заводы будете строить? Будем. Земля нужна. Нужна? Так платить надо за землю-то. Друг, вы думаете, что думаете? Так просто, вот я вам землю дам. Разбежались вы какой-то. И вам не дам бесплатно. Вот все и хорошее, и симпатичное, но платить деньги-то надо за землю. А вам тоже надо землю. И вам тоже землю. Давайте деньги, раскошеливайтесь, новоявленные буржуа. Вообще вы неблагородные, видно по лицам. Ну вот. Вот это господствующий класс. То есть он, вот он в экономике там сидит. Вы его из экономики выкорчевали? Нет. А кто вообще выкорчевал этих феодалов из экономики? Какую революцию? Буразную революцию выкорчевали? Да. Да. Нет, нет. Я не знаю, как. Вы историк. Я человек-сторона. Я философ. Пошел себе. Так что, что произошло в феврале? Что, вдруг они отдали землю? А что, а что произошло? А ничего. Вот у нас произошла буржуазная революция. Так, одевайте фуражки, идете умирать. За кого? За землю идите, водите. А у кого земля? У вас. Ну вот, идите, умирайте. Здесь военная кафедра была, как раз вот здесь. Ну так было или не так? Я правильно излагаю? Вы скажете, что вы залезли в наше дело историческое? Это тайна. За семью печатями, как мы это плодили. Я чувствую, что тайна эта приходится, как на допросе же вытаскивать. Так просто не... А? Вот, честно, она только сдается и все выдает. Выкорчевали после декрета о земле? Вот, после декрета о земле выкорчевали. Да. А как? Кто выкорчевывал конкретно? Бумага, что ли? Декретом вот выкорчевывал. А чем выкорчевывали? Теми действиями. А? Ну, теми... Ну как? Теми действиями, которые... Да понятно, что... Кто это делал-то? Советы. Советы, да. Советы какие? Вот местные советы. Создавайте советы и забирайте землю. И все. И все отобрали. Вот теперь буржуазия куда должна пойти, если производить? Куда теперь надо идти? К этим советам. Если дадут землю, будем производить. Капитализм-то еще продолжался теперь в экономике? Да. То есть капитализм-то все равно. Он при феодализме был? Был. А потом, когда социалистическая революция произошла, остался? Остался. Остался. На нам-то будет, кажется, мы капиталисты, нам плевать, какой у вас строй. Феодализм. Мы все равно нанимали и получали прибавочные стоимости. А теперь у вас социалистическая революция, красные флаги, повесим красный флаг. В чем проблема? Повесим красный флаг и будем вас эксплуатировать. Единственное, что вот эти сволочи большевистские, они сделали восьмичасовый рабочий день установили. А все равно от него никуда не уйдешь, потому что рабочие явочным порядком сначала установили, а потом только закрепили декретом. Поэтому тут, единственное, что тут обратно не пойдешь, потому что не дадут обратно на 10 часов с половиной перейти. Так что вот вы продолжаете. И сколько у нас капитализм существовал в экономике еще? Как уклад? Сколько времени? До конца НЭП? До конца НЭП? А когда закончился? 29-й. Почему это 29-й? НЭП закончился тогда, когда построили социализм. Вы как социализм построили, он и исчез. НЭП же это что такое? Это временное допущение капиталистических элементов. Все социализм. Собственность какая? Если социализм построили, какая собственность? У вас такого нет пока. Общая собственность. Что значит общая? То есть наша с вами? Социалистическая собственность. У нас с вами, если есть, а этих голодранцев мы не считаем. Да? Гос-собственность. А? Гос-собственность. Гос-собственность. Не понял. Ну, она нечастная, она государственная. Почему это она государственная? Государственная. Социалистическая собственность. А как вы считаете? Общая. Вот у вас душа есть, да? Есть. Так она у вас в теле. Это как сосиска в тесте. Так это тот же вопрос. Государственная. Так что она от этого не общественная, что ли? А какое государство у вас? Если это государство буржуазное, то будет государственная собственность в форме общественной? А если государство пролетарское, будет? Будет. Будет. Это вопрос. Почему будет? Доказывать надо. Это само не дано. Почему это, если государство рабочего класса, то государственная собственность в форме общественной? Можете доказать? Все, выходите обратно. Вы здесь временны. Потому что государство буржуазное, следовательно, оно уже на интересах класса буржуазии. Да, и тогда получается, если государственная собственность класса буржуазии, это что? Это общая частная собственность класса буржуазии. Общая. Ну вот мы втроем можем иметь частную собственность? А вот и в четвером, в пятером. Давайте все вместе объединимся. Буржуазии всех стран, соединяйся. Хороший лозунг. И сделали общую собственность. И говорим, вот у нас общественная собственность. Вот сейчас же ходит КПРФ, говорит, у нас народные предприятия. Это сколько же вашего народа на этом предприятии? 150 человек. Что-то народ такой маленький у вас. Новое понятие народа разработано. Вместе с этим самым кандидатом МАСК КПРФ. Господином, который у нас президентом хотел стать. Народное предприятие. Что такое народ? Это рабочие крестьяне всей страны. А тут кто? Собрались 150 человек. Это народное предприятие. Давайте трое с вами соберемся. Мы вот настоящий народ. Это все не настоящие люди. И будет у нас народное предприятие. А их наймем. Пусть приходят. У нас не закрыто наше предприятие для эксплуатации других людей. Но мы народ. А вы не народ, поэтому должны работать не считаясь. Со временем, какими-то ограничениями. Это вас уже не касается. Так, а если это государственная собственность, то это государственная форма какой? Собственность. Общественная. А вот если начнете вы читать литературу, которую пишут или безграмотные историки, или безграмотные экономисты. Они пишут общенародные собственности. А это что такое? Что значит общенародные собственности? Не читали такого? Это вы просто ничего не читали. Поэтому это не читали. Эту тему. Сплошь и рядом. Запомните мои слова. Будете натыкаться. Запомните. Там место общественной собственности, которое у Маркса, у Эмбельса, у Ленина, никакой общенародной у этих людей никогда не найдете. Обратите. Никогда. А вот ваши товарищи, они списывают с наших придурков, и у них поэтому тоже есть это общенародное. Посмотрите. Все пишут про общенародность. Что значит все? В китайской политической логике. Потому что списывают с наших придурков, которых уже прогнали, а ваших еще не прогнали. А это глупость, потому что есть общественная собственность или частная. Нету какой-то общенародной собственности. Вы, наверное, не знаете, что такое народ. Сейчас я спрошу. Народ это кто? Вот у вас народа много-много. Кто это такие? Бочи. Тихо. Не говорите ему. А то он утащит с Китая и потом будет это потом запатентует, что такое народ. И вам придется деньги им перечислять. Как только слово употребишь, народ, сразу перечисляйте в КНР. Народ это что? Рабочие и крестные. Все равно. Уже все отдали. Пропало дело. Так бы мы там народу много, а каждый бы потерял бы, а деньги к нам бы текли. А теперь все, эта фирма лопнула. Сейчас же мы где живем? У нас экономика буржуазная. Сейчас вы так просто, что ли, думаете? Я, думаете, просто так считаю. Все, надеюсь, что из вас какой-то результат получить финансовый. Ну, пока ничего не получается. Никак какой-то, как-то с категориями еще не увязывается. Ну, вот. Так что общественная собственность. Общественная собственность не бывает ни в какой форме. Человек тоже в какой-то форме бывает. Правильно? Вот скажут, вы человек или молодой человек? Так можно спросить? Нет. Да, какой-то здесь потех гнилой, да? Так и здесь. Потому что общественная собственность, она рождаться может только в государственной форме. Когда не будет классов. И не будет того класса, который является самым передовым. Да? Который выражает благодаря своему положению общественные интересы. Общественные интересы носят классовый характер или бесклассовый характер в обществе, где есть классы. Ну, что значит общественная собственность? Название такое висит. Там на Кировском заводе такой плакат. Общественная собственность. Так плакат-то нет проблем написать. Проблема-то в том, в чьих интересах действует этот завод. Если завод действует в общественных интересах, это какой завод? В общественной собственности. Если он действует в интересах какой-то части общества, например, какой? Вас вот исключаем, а все остальные вот имеют собственность. Это будет какая собственность у всех остальных вас исключили кроме вас все вот эту собственность имеют а вы не имеете чья это собственность общественно будет или частная у них частная маленькая часть большая часть же часть вас хотели исключить вы намек такой чтобы вы учли как будто не заметили правильно делаете надо настаивать на своей позиции а во первых она в ангарде сидит вы же все уже дальше во вторых она ко мне приближенная это люди непростые потом если она просто зашла как все и села никто бы я не заметил а сейчас она на видном месте я потом вспомню где и увидел на экзамене вот помню точно ходила а вы неизвестно ходили или нет а нет вы тоже но вы же на втором ряду уже сидите она на первом и так и так что мы получили мы получили государственную собственность когда все стало государственность а как стал за отнимали или разорялись просто период не по те предприятия которые производят хуже и дороже вот представляете вот мы вы такая симпатичная красивая молодая мы с вами продаем пирожки у вас стоит 30 копеек у меня 20 кому пойдут не ну некоторые к вам пойдут в основном масса пойдет конечно ко мне а если у вас будет 15 копеек плюнут на меня со всей моей степенью и докторской и со званием профессора и пойдут у вас покупать пирожки или я не прав но кто будет покупать участника какие-то продукты если такие же продукты производится дешевле государственном предприятии никто не будет а что останется останется колхозный рынок потому что на колхозный рынок но приносит но более свежие и это те продукты которые колхозники и рабочие совхозов у себя на участке выращивают и излишки выносит на колхозный рынок это же не частная собственность нет это какое хозяйство хозяйство как называется которое есть у колхозников с помощью которой помогает им подсобные а что значит переведите на русский от слова подсобить посадить помог с помощью ствования то есть дополнительный источник получения каких-то продуктов или средств правильно подсобные кто уничтожил подсобные хозяйства и когда в ссср хрущев вот значит не давали души или представь кто задушил хрущев ярый враг сталина задушил подсобные хозяйства вот у меня дядя мой родной михаил папин брат жил каталем работал на заводе красная звезда вот вверх по неве овца на а потом остановка красная звезда если едете на кораблике маленьком или с понтонной по льду можно зимой было пройти приезжаем у него было пять детей приезжаем унес свинья потом закололи свинью нам кусок сала дали тоже коровы у них есть но если дети пять человек надо же молоком поить но он что занимался этой коровы нет там скидывались рабочий этого завода красная звезда кирпичного и кто-то один пастухом работал пастухом работал оплачивали ну вот вечером идут эти коровы расходятся по домам закрывают их дают это плохо ли свежее молоко где у нас сейчас свежее молоко обыщаешься года когда там было так где-то корова и когда это было идет туда положили чтобы оно было свежим целый месяц свежий может быть мест месяц свежий удивительно ну а уж если она ультра пастеризована это ультра свежие там и три месяца и четыре вот для детей делает тему я купил у меня внучка есть до октября свежая сегодня купил и до октября не надо доить ничего не надо делать красота дальше коза три козы хорошо же козье молоко вот это же полезно да ну так оно есть пожалуйста дал им веники веник это не проблема нарубить там кусты есть пошел нарубил этой у них жуют эти веники козье молоко ну сходит еще за грибами на это амнива и сачком рыбку поймает ряпушку научился так рыбу ловить я пробовал так ловить у меня ничего не получилось приходит сачком туда бросит кирпич ряпушка пугли выработал просто туда вот сюда и треть ведра раз 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 и готово это мне тут как-то целое ведро дали я жарил и жарил в масле и мы ели целый месяц короче говоря кому это мешало он работал рабочим каталем каталь что должно выкатывать на на тачках кирпичи наложит тачку у меня отец работал здесь в городе он не мог поднять этот младший брат был этот каталем который работал михаев и на тачке под такой вот железной дорожки лист такой кладут узкую полоску и надо было так 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 по ней в баржу и баржа наклона так из всех тапки были вместо ботинок войлочные и съезжали с этой тачкой и надо было ей тачку или перевернуть а она неподъемная при этой работе ясно какой он какой он был собственник он пролетарий самый настоящий рабочий но подсобное хозяйство было никому не мешало а теперь идите магазин а вам что в магазине дадут вместо мяса нитрит нитрат поташка зенат натрия белок соевый крахмал это я все перечисляю из состав официальный не подмешивайте ничего другого нет можно костной муки вот вам треть костной муки положить знаете вот такие маслы есть на шаровых мельницах его размолочь и треть в колбасу вам добавить вы едите думать начнется какой-то колбаса она же не переваривается это кость то есть костяная мука она пройдет через вас все будет хорошо но вам будет и вам с вами тоже ничего не будет потому что она нейтральный она не переваривается вообще не перевариваешь я это об этом о составе колбасы прочитал еще в советские советское время вот когда уже перешли на экономическую реформу 65 года вот началось такой состав колбасы я вам дал прямо и журнал плановая хозяйство состав колбасы мясо кладут жиром само собой побольше вкусная мука крахмал нитрит нитрат поташ и козинат натрия любите козинатик казинат как его делать знаете это ванище когда большая это берут кости и сам значит и варят и варят пока делают солярный клей солярный клей можно кушать блокаду кушали а сейчас мы хоть не в блокаду но кушаем солярный клей он только не в виде клей а он в виде колбасы а вы вот сорок общеную колбасу из курицы любите из курицы сорок общеной гениально придумано так вот это вот и почитайте вы прежде чем почитайте что там написано про это все так ну вот короче говоря что мы что у нас получилось после 1717 года капиталистическое уклад был был на петель и все были были наши на нее производство свое развивали развивали то естьワ göster todos листья до буржуазная революцию был капитализм был после буржуазной революции был был после социалистической революции был был до 36 года продолжился в шерсти В 1935-1936 закрыли это дело. Закрытие началось в 1928-1929, когда перешли к пятилетним годовым планам. И на этом все. В каком смысле закрыли? Ну, они разорились. Зачем я вас буду закрывать, когда вы сами прекратите? Сколько народу сейчас прекращает производство? Ну, потому что они не могут. Пусть у него был магазинчик, а тут взяли эти баржи, нагрузили в Аргентине и привезли зимой груш. Только что снятых. И как вы будете с ними конкурировать? А вы из подвала достали, который у вас пролежал три месяца. И тоже пришли торговать. Ну, и у кого возьмутся груши эти? А бананы? Вы тут где выращиваете бананы? В теплицу можно поступать. А? В теплице, да? В теплице бананы, да. Есть у нас бананы в оранжереи. Вот идите на улицу профессора Попова, там как раз. Ульянова Ленина. Институт, университет. И там рядом в оранжереи, там есть у нас в университете. Если вы зайдете вот в наш, вот туда во двор главного здания, направо, там кафедра ботаники, а дальше такое здание есть, и цветы выращивают и прочее. Вот в этом здании, вот мы были как раз с Сергеем Викторовичем, видели банановые, и бананчики видели. Вот свидетель у меня есть. Так что вы разговаривайте, а мы видели бананы. Но нам никто не дал их покушать, они еще не зрелые, зелененькие такие. Но созревают они очень быстро, как вы знаете. Вот и все. Так что, такая ситуация. Но это у нас не подсобное хозяйство, это у нас просто кафедра ботаники нашего университета. Вот такая картина. И как тогда тут определить, ну какой принцип, по которому... Тогда объясните мне, кто-то вам сказал, что прошла буржуазная революция тогда? А что после буржуазной революции буржуазия ничего не получила? Земля не получила? У нее еще ничего не отняли? Что-нибудь у нее отняли, у буржуазии в этом... Или что-нибудь дали буржуазную революцию? В чем смысл-то буржуазной революции? У феодалов землю отняли? Нет. Где буржуазная революция? Власть отняла. А? Власть отняла. Что из-за власти такая, которая ничего взять не может? Власть получили, и что вы с этой властью постали делать? Временное правительство вы не сделали. Ну, Временное правительство. Что стало делать с властью? Погнали людей на смерть. Так? Временное правительство. Вот вам Временное нравится? Вам Большевики не нравятся? А Временное вам нравится. А что оно делало? Оно гнало их на смерть. Я очень люблю Большевиков. Он любит Большевиков. Но странной любовью. Да. Но он знает наши поговорки уже. Любовь зла. Полюбишь и козла. Он просвещенный. Может, это вообще он наш русский, но замаскировался. Сейчас же всех могут загримировать. Хотите? Пластическую операцию сделать. Но это не проблема. Были бы деньги. Я вот, например, если ко мне придут с переписью, я уже говорил, как сейчас перепись-то проводим. Спросит меня, кто я по национальности. Я скажу, Занзибарит. А они должны записать? А вы не из Буркино-Фасо? Вот. А товарищ, кстати, из Буркино-Фасо. А у вас какой берег Лановой Кости? Ну, как тогда определить, когда революция-то произошла? Когда вот закончилась формация одна, и началась другая? Как-то надо определить же нам или нет? Вот мы на ухо и занимались, занимались историей. Столько лекций, вы столько сидели, я столько говорил. И от моего разговора никакого толка, и от вашего сидения никакого толка нет. Если мы историки, не можем определить, где кончается, когда кончается. Феодальная формация начинается буржуазной. По какому принципу вы решаете? Власть. Что это власть делает? Если у меня есть власть над вами, только я ничего сделать не могу. Это власть или нет? Нет. Вот золотые слова. Я могу здесь написать власть и ходить. Так будут смотреть. Никто не запретит сказать, ну, это профессора, ничего хочешь, могут делать. Это студенты сразу морально-расленный тип. А нашему брату это скажет. Ну, может быть, главный экономический приз. Что? Главный экономический приз. Ну, какой главный экономический приз. Был капитализм, продолжается капитализм. У нас национализация в России когда была? Как вы считаете? Когда национализация средств производства решающих произошла в России? в каком году? Я, дату не надо. В каком году? Не знаю. Что вы тут делаете? Даже когда национализацию не знают. Вот приедет в Китай, ну, узнал, когда национализация средств производства была в России? Нет, говорит, никто не сказал. А кто вас преподавал? На меня же будет, на меня сказать. Ну, там преподаватели вообще. На всякий случай вам говорю, что это было в январе 18-го года национализации. Чтобы вы не ссылались на меня, что я вам этого не говорил. А сами вы не узнали. Представляете, а то у меня будет враг. Миллиард 380 миллионов. Я не справлюсь с таким количеством людей. То есть все будут недовольны. Это ужас. А не только, если вопросов зададут, миллиард. Уже умрешь, отвечая. Так. Ну вот, так же непростая же правда задача. Непростая. Какой принцип? Вот тут-то надо и вспомнить, что классы определяется по какому признаку? По экономическим признакам. Класс определяется, он сидит в производстве, а не в надстройке он сидит. То есть пока власть у феодалов, власть у феодалов, у этого класса экономических, могущественного, он держит только как землю, это феодализм. А капиталисты тоже могущественные? Да. Вот они уже стали могущественными настолько, что то, что обстоятельства, что феодалы держат землю, менее важно, чем то, что у них есть решающие средства производства другие. Потому что уже городская собственность более важная стала, чем собственность сельская. Поэтому вот власть получила буржуазия. И что она должна была сделать, это буржуазия, буржуазную революцию? Забрать все. Она забрала? Почему? Я объясню, почему. Вот начнешь отбирать собственность у феодалов. Это так просто ты их не отберешь, надо народ на это дело подвигнуть. Потом народу так понравится, они и дальше пойдут отбирать фабрики и заводы. Лучше не отбирать. И что тогда сделала победившая буржуазия? Это вам не великая французская революция. Они просто взяли и погнали народ на убой воевать за интересы капиталистов. То были за интересы помещиков и капиталистов, а теперь только за интересы капиталистов. Видите разницу? Власть поменялась, поэтому воевать надо теперь уже не за них, а за этих, а за вас. Был феодальный патриотизм, теперь был разный патриотизм. За вас будем умирать теперь. А раньше умирали за тех землевладельцев. Чувствуете какой прогресс? Особенно для того, кто умрет. Большой прогресс. народ как-то не очень принял такое. Ну и какой критерий деления информации? Критерий по тому, какой класс стоит у власти. Это экономический критерий. Почему? Потому что класс определяется экономически. Какой класс стоит у власти. И политически одновременно. Какой класс стоит у власти. Вот тут корень экономический, а верхушка вот самый класс он и в надстройке и в базисе сразу. В базисе все классы сидят. Все классы сидят в базисе. Вот один из тех классов, которые сидят в базисе, который еще сидит и в надстройке, имеет политическую власть, тот и правящий. Правящий тот класс. Не тот, который не в экономике, а тот, который будучи в экономике, является еще и классом, который захватил, завоевал политическую власть. Тогда мы объясняем экономическими причинами вот этот весь процесс смены власти, перехода собственности, революции и прочее, прочее, прочее. То есть мы, в отличие от политэкономов, которые изучают экономику, а потом дают вам. А вы что хотите, то и делайте, историки с ней. Вам нравится? Вам сказали, что это полезная наука? Ну, это изучайте и все. А историкам экономика нужна не ради экономики, а ради того, чтобы понять те исторические процессы, которые идут. Правильно? Вот ради понимания этих исторических процессов, поскольку корни надо искать в экономике, вот мы эти корни изучаем, но в этом смысле историки идут дальше экономистов. Экономисты, они как бы частичные историки. Они даже могут историю изучать, но экономическую историю. А вы изучаете какую историю? Да всю. Со всеми. Во всех проявлениях этой истории. Правильно? То есть вы изучаете человеческое общество в движении. Я правильно понимаю? Это уважительно же по отношению к этому? А то скажете, что я на вас нападаю. Я вас не нападаю, не нападаю, я поднимаю, можно сказать. Вы осознаете ответственность, что вы изучаете все человечество в движении? Мировое. Поэтому ошибки очень вам дорого будут стоить. Ответственность, вы представляете, какая? А что здесь ответственность? Значит, меры надо принимать, если что. Если какие-то недостатки, недоработки. Да, вы готовы нести ответственность за ошибки исторические? Вот. Зачем вы сюда записались в историки? Это такая ответственность страшная. Скажут, как что-нибудь произойдет, не то. Приедут люди и скажут, что у вас творится вообще в России? Вот уже и меня критикуют, и других все критикуют, целой партии критикуют. Что у вас творится вообще в России? Что вы наделаете? То у вас революция, то у вас контрреволюция. Вы как-то определитесь, кто белый побеждает красный, кто красный побеждает белый, кто опять белый побеждает красный. Когда это у вас кончится? Вон там сто лет, и все будет хорошо. Особенно для того, кто руководит, потому что точно уже он не будет руководить все это время. Правда? Это надежно. Это точно. Ну, там пытаются у нас вот так продлить свое президентство Владимир Владимирович, но не на такой же срок. Все тут как-то ограничено. Так. Ну вот мы и определились. Значит, для нас с вами критерий отнесения к формации – это такой способ, инструмент изучения исторических явлений. Потому что мы их должны изучать, основываясь на общественном производстве. А иначе, если мы не будем брать эти экономические корни, мы ничего в истории не поймем. И будет просто описание того, какой монах в каком монастыре, что делал и когда. Вот если все это описать, получится курсовая. науки не получится. А если художество написать, получится рассказ или повесть. Ну, роман можно сделать, но это требует таланта. Это надо уже тут, чтобы человек обладал талантом. А у нас наукок. Наука – это немножко другое. Так. Так вот, в нашей современной литературе существует критика подхода с использованием общественно-экономических формаций. Надо взять не формационный подход, а цивилизационный подход. Слышали такое? Да. То есть надо, если я хочу вас изучать, маму не надо вспоминать, и папу не надо вспоминать, и бабушку, и дедушку. И вообще, из какой вы стороны, не имеет никакого значения. Ну, если человеческое общество базируется на общественном производстве, если я рассмотрение, связанное с формацией убираю, то получается у меня вершки без корешков. Это есть поверхностное понимание человеческого общества. То есть это и будет описание, причем описание не самого главного, не самого основного. Основное – это же экономика в истории, правильно? Все связано. Ну, и те люди, которые древнюю историю изучают, те уж точно берут средства производства. Ножи, молотки и прочее. Потом начинают амфоры изучать, глиняные горшки, археология существует, целая наука. Это что наука? Это как бы кусок экономики, истории экономики. А считается, что это историки. И вот если мы с вами не доводим вот эти экономические вопросы до их формы проявления, до политики, до идеологии, до нравственности, до идей, до идей, то мы кто? Экономисты. А если доводим, мы не просто старшие экономисты, мы уже историки. Но мы не такие историки, которые хватают вершки, не понимая причин, основ, не видя, где основа той борьбы, которую в обществе ведет. Мы должны быть такими историками, которые берут глубину. А что значит брать глубину? Так надо идти из глубины и доходить до вершины. И вот мы дошли до вершины. Какая вершина? Значит, что мы с вами уже учли в тех темах, которые изучили, а что не учли? Мы изучили базис? Изучили. Мы изучили национальный вопрос? Изучили. Культуру изучали? Черепки изучали, значит? Изучали. Банфы, разбитые машины. Все, все брали. Все брали, изучали. Культуру. Национальность брали? Брали. Чего не брали? Чего мы не брали? Вот чего мы еще не взяли для полной картины общества, товарищи историки? Вы историки, вы все это знаете. Я не историк, я философ. Я вот теперь сижу и жду. Что же мы не взяли? А? Как идея? У нас идеология была. Вы на лекции не были? Вот она призналась, честно, чистосердечное признание. Это смягчает вину. Чего мы не брали? Мы брали государство, политику, поэтому мы брали. Нет, вы говорите, что мы брали, я и сам знаю. А вы мне скажите, чего мы не взяли? Вот будет фокус. Сейчас мы узнаем, чего мы не взяли. Что? Религию. Религию. Ну, религию, да, мы не брали. Но можем и взять. Хорошо, религию берем. Корни религии где надо искать? Ну, корни религии где надо искать? Экономики. Ну, надо с корнями, но религию надо брать. Правильно, да, вы правы. Конечно. Ну, эксплуататорское общество, естественно, угнетение социальное. Как мы, почему? Мы же даже рассматривали этот вопрос. Вот почему богатым надо здесь хорошо давать жизнь? Почему? Ну, а их туда вообще не пускают. Ну, написано же в Писании, легче верблюду пройти через угольные ушка, чем богатому попасть в рай. Да? Вот, поскольку я богатый, вы же понимаете, мне перспектив там, нет, ничего не светит. Ни в рай, ни в попасть. Поэтому, а вы будете там вечно пролетать мимо райских яблочек, вечная жизнь вам готовится. Поэтому сейчас уж я поживу. Ваша очередь вторая. Там будете жить. Хотите, раньше вас отправим туда. Хотите, сами убежитесь, пояски сейчас продают. И раз, и взлетели. Неверный здесь, верный там. Ну, доработали мы вопросы религии? Да. Ну, все, немножко доработали. И еще чего? Чего мы еще не взяли? Это у меня для вас заготовлено. А? Семью не взяли. Чего не взяли? Семью не взяли. Семью? Да. Ну, мы брали. Уже мы говорили о кровно-родственных отношениях. Брали их. И потом сказали, что кровно-родственные отношения, они относятся тоже к общественному бытию, к воспроизводству непосредственно из жизни. Но они уже на втором плане. Брали-брали. Это мы вашу семью не брали. А семью вообще брали. Так, еще чего-то. Что-то мы не доделали. Ну, если все доделали, то я ухожу. Прекращайте туда запись. Не хотят слушать больше. Все. Что мы не взяли? Может быть, сознание? А? Может быть, сознание? Ну, кем человек все это берет? То есть, идея – это то, что люди, когда человек по сознанию не обращают? Да, идеология как? Мы же идеологию рассматривали, она же берется во всем богатствующей. А, то есть, сознание как бы то, это такая всегда отличается? Ну, все равно, это идеология вообще. Болтологию не взяли, а идеологию взяли. Ну, потому что я могу вам наболтать что угодно, это будет описание. Тут даже и особенно идеология-то не является. Болтовня. А идеологию мы взяли, если идея есть какая-нибудь, у вас какая-нибудь идея есть, тогда берем. Если нет никакой идеи, не берем. Ну, вот, товарищи историки, вот мы и приплыли. А приплыли мы к чему? Не взяли мы с вами историю. Вот она в чем, страшная трагедия-то. И никто из вас не вспомнил про историю. Вот до чего вас довели тут философы. Никто не вспомнил про историю. И вы брут. Про историю. Old time. Какой old time? New time. Историки, давайте записывайте второй раз, прокрустите потом, пожалуйста, обязательно, как они забыли, до чего довели их философы. То есть эта философа – вредная наука, я считаю, очень вредная. То есть она вообще заставляет забыть свою собственную науку. Вот это да, сила. Ну, история – это она же, любая формация в разных странах, при самых различных или тождественных, вот других параметрах, которые мы брали, и нации, да, и идеология, и политика. Вот всё, то, о чём мы говорили, культура, а история тут всё равно мы ещё не взяли целиком. То есть всё, что в истории было, надо взять и тоже объяснить через... Поэтому не так обстоит дело, что здесь стоит один горшок, это общественный, это формационный подход, а здесь стоит другой горшок, это цивилизационный подход. Значит, этот горшок я беру себе, а этот горшок забирайте вы. А вопрос по-другому, что если вы хотите изучить человечество в движении, да, человечество, общество в движении мы изучаем, историки, и развитие. Мы изучаем общество в движении, развитие. В этом смысле и будущее тоже мы изучаем. Но мы не отрываем это будущее от настоящего. В настоящем уже коренится будущее. Вот если мы изучаем историю, значит, всего мы должны брать исторически. В том числе и экономические процессы должны брать. Вот мы в истории, вот брали исторически сегодня капитализм в России. Это же в исторически мы брали, в тех условиях, какие есть в России, а не какие есть в Испании. Почему в Китае любят рис? Ответьте, пожалуйста. Потому что в Китае выращивают рис. А почему русские любят вот здесь на севере ржаной хлеб? Потому что на севере только вот этот есть. Не растет у нас рис тут вот в Ленинградской области. Ну, что делать? А поедете вы на юг, на Украину туда, или вот, скажем, в Краснодарский край, там тоже рис выращивают у нас вовсю. У нас риса своего полно. Почему? Потому что там у нас есть такие края, которые выращивают. У нас территория, это вот вы там хвалитесь народом, а у нас земли больше. У нас хоть рис там, хотите, у нас там лед выращивают, наращивают. У нас есть вечная мерзлота. У вас есть вечная мерзлота? Есть. Ну вот. Видите, у нас все есть. Я на стройке был. Мы через вечную мерзлоту пробирались. В городе Заполярном. А у вас есть такое место, где бы солнце никогда не заходило? Нет. Ну вот. Что за страна? А то, говорят, восходящего солнца. А у нас не заходящего солнца. Вот мы приехали на стройку в город Заполярный, недалеко от норвежской границы. И у нас задача была очень простая. Укрепить Ждановский горнообладительный комбинат. Там немножко не рассчитали. Стенки поставили, а потом говорят, что эти столбцы пятиметровые, которые углубляются в землю, слабоваты. Что нужно сделать? А прокопать на пять метров вокруг них и усилить. То есть поставить опалубку, поставить металл и залить вот так, чтобы он поддерживал это здание. Но для того, чтобы это сделать, надо прокопать пять метров. Пять метров вы просто так не прокопаете, не выкинете оттуда. Значит, надо два приема. То есть на первые два с половиной метра оттуда можно выкинуть грунт. И еще на два с половиной. Но прежде чем вы начнете это делать, сначала вечную мерзлоту, пожалуйста, ликвидируйте. Вот всего лишь такой слой вечной мерзлоты. Песок. Песок, который никакой лопаты вы не возьмете ни за что. Потому что он никогда, никто его ничем не брал. То есть вы берете киркой. У меня даже на голове метка осталась. Я как-то непривычно был киркой. Я заодно сиди по голове делал. Наверное, поэтому философ и пошел. Ну, незаметно так. Незаметно. И вот когда это все разобьешь киркой, ну, дальше уже лопаточкой выкидываешь. Мы работали ночью. Что значит ночью? Ночью – это когда не так жарко. Потому что там летом тепло. И солнце ночью стоит вот так, а для днем – вот так. Днем мы спали. А когда ночью, то есть солнце стоит высоко, но не совсем высоко. Вот мы там работали. И пока мы там были, два месяца. Вот два месяца только солнышко все время и светило. Тучек там не было. Облачков тоже не было. Красота. Рай. А рай там, мы ходили на берег Ледоидового океана. Я купался в Ледоидовом океане. Думаю, потом вот студенты будут, я им скажу, я купался в Ледоидовом океане. Вы купались в Ледоидовом океане? Видите, а я купался. Ну, вы можете искупаться у нас в Ладожевском озере. Это примерно то же самое, я хочу вам сказать. Там такая холодная вода. Ну вот, когда мы, следовательно, берем, берем еще и исторический момент, то есть как это в движении все берем, в развитии этого общества, в движении во всех своих, во всем богатстве. То есть исторический подход, исторический подход, или другими словами, цивилизационный. Цивилизация, это, так сказать, как бы объемлет все. Цивилизация. Историю, это обязательно цивилизация включает, или история не включает в себя цивилизацию? Включает. Поэтому мы слово цивилизация двояко употребляем. Либо, когда была дикость, воровство и цивилизация. Вот я чувствую, что вы уже раз писать можете, значит, вы к цивилизации приобщились. А некоторые уже писать не могут, только набирают. Это вот не знаете, считать их цивилизованными или не считать. Потому что вот обезьяны, они набирать вот могут, а писать не могут. Так вот, мы с вами, значит, цивилизованные, писать можем. Но, когда мы, особенно письменность, особенно письменность, где письмо у человека? Вот у вас никакого письма я не вижу. Да нет, оно есть. Не знаю, это вы кого-то взяли. Нет, не моё. Вы даете за своё? Не знаю. Вот я говорю, человек пишет. Это цивилизованный человек, а это непонятно что. Но вот здесь мы, когда говорим о цивилизации или цивилизованном подходе, то есть мы берём общество во всём богатстве его определения. Во всём. Всё мы взяли. И экономику мы взяли, и национальность взяли, и культуру мы взяли, и идеологию взяли, политику взяли. Ну всё взяли. И взяли всё это в движение, во времени. То есть взяли общество в его движение и развитие. При этом мы не утратили то обстоятельство, что в основе всего этого движения находится развитие производительных сил, соответственно, производственных отношений и семейных отношений, поскольку это всё производство непосредственной жизни. И вот тогда это историко-материалистическое понимание. А если вы вырвали, опять схватили одни вершки, ну пойдите, вот нарвите цветов вершки, посмотрите, сколько они могут простоять. Ну два, ну три дня, и всё. Поэтому есть люди такие в науке, которых хватает одни вершки. Говорят, мы историки, мы собираем только вот то, что на поверхность. А на поверхности ещё только не плавают. В Мировом океане есть целые острова, которые состоят из чего? Из мусора, из пластмассовых всяких бутылок. Вот когда мы пришли, такого ещё не было, пришли на берег Северной Львии до этого океана, когда у нас закончилась стройка, мы пошли туда, пешочком там не так далеко, километров 10 что ли, это ерунда. Такие поля морожки, тут черника, тут грибы растут. И вот мы вышли там, там фиорды, там чайки, там морские ежи. Они ещё ловят их, кидают, разбивают, потом съедают эти самые, чайки хитрые какие. Видели медузу, на которой такой белый крест. Тишина такая. Камни, которые стоят тонно, тонно. Стоит вот так, буквально на маленьком, очень ничтожном кусочке. Толкнёшь её, и потом слышим голосом. Кто там кидает камни? Да, это опасное дело. Если такой проедет по тебе, то всё. И тут вот на берегу валяется всё песок, всё тишина, тем более рядом пограничники нас пропустили, поскольку мы студенты. А так не пропускают. Или бутылки пластмассовые, бутылки лежат везде. Я что, не додумался, что бумажные можно делать? Вот, кстати, молоко раньше продавалось в бумажных бутылках. Когда я жил на проспекте Огородникова, и ходили мы в магазине, когда я ещё ребёнком был. Ну, так вот, трусы, бумажные бутылки, ничего им. Сколько они, бумажные бутылки, разлагаются? Ну, дней 15-20. Ну, 15-20 месяц, всё. И что будет? Удобрение будет, потому что это что такое? Дерево. Дерево. Ну, в чём задача делать этого? Я советую на всех полиэтиленовых бутылках писать фамилии, имя, отчество, потому что они 200 лет и живут, и это всё будет после нас останется. Хотите себя увековечить? Увековечить себя хотите? Сделать, что люди потом будут вас помнить долго-долго, ещё 200 лет, пишите на бутылках своё имя или царапайте, лучше царапайте, напишите, чернила-то сотрётся, вы так царапаете, нацарапаете, и будете жить вечно, 200 лет. Ну, потом тоже как-то пропадёт. Ну, 200 лет читать, перебирать бутылки, смотреть, кто-то там сдавал экзамены, какие-то, хотя у нас бывают бумажные тарелки сделать, ничего точно так же, хлоп, и бумажная тарелка и сделаю. Кульки были бумажные, они продавали в них, насыпали песок, как сейчас есть, вот сахарный песок в бумажных пакетах, можно в пластмассах. Казалось бы, ну в чём проблема? Ну сделайте бумажные. Нет. Вы что, у меня прибыль хотите отобрать? Нет. Потому что дешевле, дешевле сделать мне в этом пластмассовом, чем возиться с вашей бумагой. У нас что, социализм, что у нас обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества, цель производства? Ну так не надо о цели забывать. Вы кого хотите заставить? Капиталистов? Кто у нас правящий класс? Вы или я? Если я, так ну так и всё, и будем делать пластмассовый. Мало ли, что вы там в мусоре задыхаетесь. Обойдётесь. А я уеду отсюда на острова. Туда вот, на юг. Там хорошо. Там нету этих островов. А если что, мы их отодвинем кораблями. Вот так обстоит дело. И вот мы с вами пришли к какому выводу? Пришли к выводу о том, что цивилизационный подход это подход комплексный, который включает в себя формационный. А если из него вынуть формационный подход, это пустые разговоры, ни на чём не основаны. Основа не выбита. То есть из чего всё это растёт. Потому что нации связаны с экономикой. Политика связана с экономикой. Государство связано с экономикой. Классы вообще сидят в экономике. Всё связано с экономикой. Развитие людей, здоровье связано с экономикой. Всё связано с экономикой. Поэтому всё надо искать. Там корни. Но если вы не ищете корни, а только изучаете экономику и всё, то вы не историк, а экономист. А надо быть историком. То есть ваша задача более сложная – подниматься выше. Видеть основу. А если вы видите основу и не видите основанного, то это никакое не основанное, а безосновательное. А раз оно безосновательное, то оно не научное. То есть история, которая не берёт экономические корни, это не научная история, это не история. Это так, сказки. Рассказать вам сказку про историю какую-нибудь странную? Нет, нет проблем. Нарисовать картинки. Вот экскурсоводы. У меня вот каждый раз бывает группа экскурсоводов с исторического факультета. Ну, я говорю, вы как вот экскурсоводов будете просто сказать, вот замок. Они и видят, что замок. А вы не хотите, так сказать, как-то рассказать про то, как в этот период, что строили, как строили, какая была промышленность, какое производство, какая культура. Кармен. Оперу смотрели? Какое там производство-то было? Работницы-то выходили. Откуда? С предприятия же выходили. А тут и хозе. А хозе был солдат. Солдат. Ну, и если возьмете просто любое хорошее произведение культуры, там всегда есть эти моменты. Но если это про царей, наверное, цари одни-то не жили. Их же кормить надо было, царей. Значит, были не цари. Ну, вот так, на этом мы, наверное, будем наш курс завершать. На том, что мы как бы дошли до вершины. И вы продемонстрировали сегодня, что вы можете прекрасно обойтись без истории. Потому как на мой вопрос, о чем мы еще не взяли, хоть бы один что-нибудь сказал бы, нашелся. Я на вас надеялся, и вы все равно. А вы, наверное, знали, но не решили не говорить. Вот. Так что не забывайте, товарищи, что вы историки. Это звучит гордо. Историк. Как бы это люди, которые изучают современность, изучают ее во всем богатстве, всех проявлений. А мы все в основном, да в основном. Философы, же они в основном? В основном? Вот сейчас накормлю вас в основном, и вы голодные пойдете. Дескать, лекции были в основном неплохие. Да, вы выглядели вору прилично. Как мы и поговорили. Как у нас проходить будет экзамен? Экзамен будет проходить очень просто. У вас есть список всех вопросов. Что надо сделать? Найти любимых. Любимых. Зачем любимых? Ну, если вы хотите продемонстрировать, как вы изучили курс. На чем вы? На нелюбимых вопросах хотите брать, или на любимых? Я должен вам мешать или содействовать в этом вопросе? Содействую. Берите любимые, вопросы два. Пишите по страничке. Если вы напишите меньше странички, ваше дело. Больше странички тоже ваше дело. Только сами пишите. Так, тут мне товарищи журналисты, которые у них ловкое перо, пришли, написали, а между строчками нет никаких пробелов. Я это и читать не стал. Вы, когда будете писать, имейте в виду, читать буду я. Вы, надеюсь, отличаете надпись и подпись. Надпись где пишется? Сверху. А подпись? А на юмке? Не рассматривается. Все понятно, да? Подписываете. Зачем подписываете? Ну, смотрите, вот сначала напишите то, что вы хотели иметь, а потом подпишите. А подписали уже документ. Это я однажды политэкономию принимал. А там есть такое понятие фонд замещения, капитал. А этот мне написал фонд смещения. Я говорю, напишите, напишите фонд смещения. Он мне раз, фонд смещения. Я взял эту бумажку и раз, ему два. А уже все, бумажка у меня в руках. А тот сказал, я такого не говорил. Бумага у меня в руках будет ваша с подписью. Это документ. Обличительный. Ну, или наоборот. Показывающий ваше знание. Вы должны сделать документ, который показывает ваше знание. Чтобы я больше не спрашивал. Потому что, если я там что-то не увижу или что-то не то, я начну дальше. спрашиваю. Потому что у вас экзамен это не по двум вопросам, а по курсу. Все понимают, что у вас экзамен по курсу философии. Вообще вы философию уже знаете. Вы же уже все-все ходили, все изучали, все знаете. Мне остается только спросить, а вам остается только показать, что вы знаете. Но показать надо. У нас же на слово не верят сейчас. Народ такой. Никому не верят. Что за жизнь пошла? Надо доказывать. Экзамен придумали. Все только не делают, чтобы мучить студентов. Значит, я могу задать вопросы. В чем, так сказать, какой-то подвох такого способа приема экзаменов? А то подумаешь, я такой добрый. Ну, вы уже поняли, что я не слишком добрый. А в чем подвох? А потому что вот вы взяли любимый вопрос, и вы даже любимый не знаете. Остальные бесполезно даже спрашивают. Правда? Любимый не знает свои. Он выбрал, и это вот то, что он выбрал, два каких-то вопроса из целой сотни. Вообще не знает. Что с ним делать? Единица. Но единицу нам нельзя ставить. Значит, двойка. Вам повезло. А если возьмем нелюбимый вопрос? А? А если возьмем нелюбимый вопрос? Раз вы берете его, мы как материалисты считаем, что он любимый. Раз вы его взяли. А зачем вам его брать, если он нелюбимый? Не берите его. Раз взяли, значит, он для вас любимый. Можете сверху написать нелюбимый вопрос, это мне все равно. Важно, чтобы вы его взяли. Так, поэтому задача у вас какая? Ничего такого нового я не придумал, потому что если вы пишете курсовую, вы выбираете тему курсовой. Или я вам даю? Ну, вы выбираете. Ну, естественно, человек... Ну, вот вы можете все знать. Есть такой ученый, который знает все. Вы же мне можете сказать, Михаил Ильич, вот это изображаете, что вы все знаете. Но вы же тоже что-то не знаете. Не знаю. Не знаю я химию. Не знаю. У меня только диплом второй степени в школьной городской олимпиаде. На этом мое изучение химии полностью закончилось. Я думаю, за это время наука очень далеко ушла вперед. Тем более то, что нам давали вопрос. Это к науке имеет тоже отдаленное представление. Отношение. Вот, значит, поскольку вы пишете курсовую, берете, а если вы дипломную работу итоговую будете писать, вы же тоже будете выбирать. Вы или я буду выбирать, или другой преподаватель. Вы же будете выбирать. А кандидатскую вы будете писать. Тему кто будет выбирать? Вы? Ну. А докторскую? Вы собираете докторскую писать? Не знаю. Как это нет? Собираем. Собираетесь? Да. А, ну, слава богу. Собираться – это не проблема же. Это написать трудно. А собираться – это собрался, и все, и… Поэтому, что тут, что тут там. То есть, это нормально. Человек выбирает, все равно все невозможно освоить. Выбирает, и будете, когда работаете, все равно в какой-то области будете работать, правильно? У вас будет некоторая специализация. Хотя, вот тут надо не переусердствовать. Почему что? Потому что есть такое понятие, как профессиональный азиатизм. Знаете, что это такое? Вот человек в этой области своей, которую вы выбрали, это не про вас. Вот он все тут знает. Блестящее. Шаг в сторону. И такое несет ахинею. Потому что он читает журналы, слушает радио, телевидение. А там что по радио телевидению? Чушь всякая идет. Поэтому человек вот тут, ему ставим плюс вот в этой области, а там все минус, минус, минус во всех других областях. То есть человек очень знающий, очень продвинутый. Как только шаг в сторону, но идиот. Профессиональный азиатизм – это то, что связано с порабощающим человека разделением труда. То есть надо, конечно, разделение труда, но не до такой степени, что человек ничто рядом вообще уже не представляет и не знает. Поэтому тут об этом тоже надо думать. Обязательно. То есть выбор выбором, но благоразумный человек чем отличается от неблагоразумного? Он еще о другом немножко думает. А что рядом есть? А что может быть? Вот чем отличается мудрый человек от умного? Скажите, пожалуйста. По вам, если вот так вот на вас посмотреть, вот вы точно мудрый. Посмотрите на него. Вот чем мудрый отличается от умного? Это как бы мы с вами мудрые, и только я вам поручаю о нашей позиции рассказать. Луна – это форма, но вы знаете, умеете практически применить. Да. Так. Ну, не хотите выдавать им, да? Конечно, жалко это вот. Люди, и уже мы потеряем монополию. А они потом пойдут торговать бы вот этим. То есть вы чувствуете, что это люди сразу хватит, и сейчас побегут уже даже заканчивать. Лекцию не будут, здесь сразу разбегутся. Так что такое мудрость? Я понял, он не скажет. И он жадный. Жадный. Я не боюсь, что они возьмут. Я и новое придумаю еще-нибудь. Значит, ну это шутка, конечно. Умный знает выгодность любого положения. А мудрый просто в него не заходит. Поэтому прежде чем куда-то зайти, посмотрите, есть ли оттуда выход. Это относится и к экзамену. Тоже. На экзамен должны прийти мудрые люди, которые знают. Вот я уже объяснял, возвращаясь к началу. Если вы ничего не знаете про что-нибудь, я спрашиваю, что вы об этом знаете? Что вы об этом знаете? Оно есть. Вот. Я же говорил, он умудрый. А вы его не смогли ответить. Вот человек сразу ответил. Пять. Выходи. Два. Выходи. Так. Ну теперь у вас. У нас будет с вами консультация. Знаете, да? Ну. На консультации вы можете мне задать любые вопросы. Я очень советую. Потому что это вот последний барьер, рубеж. Потому что потом уже только я буду вам задавать вопросы. Это уже будет не консультация. И на вопрос, а почему мне такое поставили, никакого ответа вообще не будет. Экзамен – это ужас вообще что. Ужас. То есть, я вот страшно не любил экзамены, когда я сдал кандидатскую минимуму, но наконец это прекратилось. То есть, сидишь, как ты, как дурачок, а эти такие важные сидят, экзаменаторы такие важные. Они такие все знают, а ты все никто. Тебе вода не поставят и пойдешь. Как оплеванный. Поэтому надо их сдавать. Сдавать эти экзамены быстрее, чтобы скорее это закончилось. А у вас еще только первый курс. Это ужас какой-то. Хорошо быть первокурсником? Хорошо. Ну вот, так что консультация. Консультация. Это вам предоставляется возможность подготовки такой, вы что-то читали, вот если до консультации готовились, у вас возникли вопросы. Вы пришли, спросили меня, я обязан вам ответить. И уж не открутиться, я не имею права открутиться. Вот вы меня будете допрашивать, а я стоять буду, как этот, знаете, зам, и отвечать вам буду все. А вы что хочешь-то можете спросить? И мне отомстить за все. Я сколько на вас нападал? А у вас есть возможность перед экзаменом, где я снова начну, это не просто нападать, а прямо решать. Раз, 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 все. Вот на консультации как раз. То есть вы занимаетесь, у вас возникли трудности, вы пришли, спросили, я ответил. А вы еще спросили, я еще, а вы еще спросили. Вас не ограничивают. Сколько надо, столько и будем отвечать, столько и времени на это потратим. Нормально это? Нормально. То есть это элемент вашей подготовки. И не надо от этого элемента чураться или бояться, или не использовать его. Или хотите вы, вы же знаете все, но хотите проверить. Правильно ли вы знаете? Можно же проверить, прийти на консультацию, спросить. И все. Потом вы пришли, все спрашиваю, спрашиваю на консультацию. Я вас запомнил хорошо, с положительной стороны. Потом вы приходите на экзамен, а он уже, вот он пришел. А, это наш родной. Конечно, ему, скажем, какую оценку. Уже ниже четырех, стыдно даже поставить. Правильно ли? Стыдно. Человек пришел на консультацию, оторвался от важных дел. На философию пошел. Консультироваться. Ну что, я рекламирую вам, консультацию у профессора. Хорошо же. Допросить профессора, так и название такое. Допросить профессора, такой рассказ потом напишите. Так, ну я все сказал, что хотел. Какие у вас вопросы есть? Сейчас. Еще есть вопросы? Пока нет. Тогда. Какой вопрос от руки написать? А ногой тоже можете. Но если можете, то я, вам только вот, надо просто обувь поменять, и тогда можно и ногой писать. Мне-то все равно, как вы напишете. Я читать буду. Нет, ну так, чтобы я мог прочитать. Объясняю. Объясняю, как надо писать. Это я, сколько я не бьюсь с этим делом, но сразу скажу, что мне не удалось преодолеть сопротивление студенческой массы. Просьба у меня такая, чтобы относиться, что вот вы книжку видели когда-нибудь? Вот я... Какой он хитрый. Он специально взял, смотрите, с полями. О, какой хитрый. Себе он взял с полями, а мне он напишет без полей и без пробелов и без красной строки. Вот он с красной строки уже не пишет. Зачем красная строка нужна? Зачем красная строка нужна? Что она делает? Отделяет обзаз. Что значит абзац? Что это абзац, это какая-то ругательство? Мысль. Мысль, то есть одну мысль от другой отделяет. Чем? А вы что сделали? А вы разделяете ее пробелами. А когда разделяют пробелами, нет сплошного текста, нет. И получается просто обрывки каких-то фраз. Вот так некоторые пишут в интернете, обрывки фраз. И это похоже на хвосты. То есть я вот, у меня был такой вот абзац. Поэтому я взял последние три строчки. Знаете, как он там сделает? Это срезал, зачернил и выкинул, а этот хвост и оставил. И с хвостов сделал все. И непонятно, где начало, мысль. Вот должно быть ясно, где мысль начинается и где заканчивается. И это уже человечество в рамках цивилизации додумалось до этого, что надо начинать с красной строки. И некоторые говорят, а мне так печатает компьютер. Так вы компьютер вами управляете или вы компьютерами управляете? Я не понял, кто есть кто. То есть должно быть понятно. Если вы от руки пишете красивым почерком, я буду такого восхищаться, потому что у меня почерк некрасивый. А у вас красивый. Я даже забуду там, что вы пишете по истории. Скажем, она по последнему пункту цивилизационному блестяще ответила. Потому что написано красиво. Приятно же, когда красиво написано. То есть вообще экзаменаторов не надо разговаривать. Это как вот будить зверя. Зачем вот? Сидит спокойный, нормальный экзаменатор. Нет, ему какую-то гадость принесут. Он уже сферепеет, потом удивляется, что он встает. А он в состоянии аффекта был. В состоянии аффекта же, если убьют человека, это же его не судят. Нет, судят, но освобожают. Не надо экзаменатора будить. Звери в экзаменаторе. Нет, ну это молодец. Он взял с полями. Смотри, кто еще такой? Вот это уже вам дополнительный балл уже есть. С полями. Поля красным проведены. Вот какое молодец. Красота. Просто замечательно. Какая тетрадка. Сколько стоит такая тетрадка? Рубля и шестидесят. А? Рубля и шестидесят. Дорого, а что это? Вы продаете за сколько? Свою. Свою с философией. Сколько у вас? Сколько тебе? Вот, видишь, как оценивают мои лекции? Я думаю, что он уже второй балл набрал. Чувствуется, что он в рыночной экономике находится. Все правильно решает. Так, еще какие есть вопросы? Ну тогда остальные вопросы на консультации. Счастливой вам подготовки. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...